О своем будущем стоит задуматься уже сейчас. В 2015 году в пенсионной системе России произошли существенные изменения. Сегодня в отделении пенсионного фонда Почувашии провели прямую телефонную линию по новой системе пенсионных накоплений. По данным в ЦИОМ, 69% населения страны о ней не знают. Видимо, поэтому звонков в пенсионный фонд не было. Но у нашей съемочной группы вопросы были. 1 января трудовая пенсия трансформировалась в отдельные виды выплаты. Страховую и накопительные пенсии. Теперь гражданам 1967 года рождения и моложе предоставлена возможность по выбору пенсионного обеспечения. Если эта категория лиц выберет формирование накопительной пенсии, то значит 6% от тарифа страховых взносов у них будет перечисляться на накопительную пенсию. Если они отказываются от формирования накопительной части, то они до конца года тоже должны подать заявление в пенсионный фонд о том, что они будут формировать только страховую пенсию. Граждане должны самостоятельно выбрать один из вариантов. Для этого достаточно написать заявление. Средства накопительной пенсии зависят от инвестиций негосударственных пенсионных фондов, либо управляющих компаний. Подробности можно узнать на сайте Пенсионного фонда России. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.